боль показывает нам что она что-то не хочет чтобы мы делали когда наши связки и суставы изнашиваются наши нервы начинают об этом нам сигнализировать ограничивают нас функции как домино ограничение в движении сердце дальше до кондиция так называемая вы к этому немножко по другому подходит вовремя убрать этот симптом то есть боль мы и дальше будем достаточно хорошо себя чувствовать я это шутил что это очень хороший такой проект на пенсию с острую болью ты не пойдешь заниматься спортом как раз убрать эту острую боль до 70 80 лет различные виды спорта ходьба с палками мы покупаем этот золотой период и тогда эта боль не вернется всем привет с вами medford media и сегодня мы записываем интервью с интересным спикером дмитрием викторовичем кухно на тему лечение боли pain management дмитрий викторович здравствуйте здравствуйте представьтесь пожалуйста расскажите немножко себе ваша специализация и вообще как вы попали вот в это направление лечение боли pain management живу я уже на свете почти 60 лет длинная биография вот и в свое время я уехал за рубеж пошел обучение в университете миннесоты занимался нейро реабилитацией и с интересом менеджмента боли вот почему этот интерес появился потому что реабилитация напрямую связана с функциональным восстановлением и основной барьер этого функционального восстановления боль и это было в начале 90-х годов и со временем эта специальность вы креста вызываясь медицинское направление и 2012 году вернулся в россию начал работать здесь и здесь мы решили реализовать эту специальность было еще несколько человек это иван портнягин алексей волошин павел генов и милиса гулян и вот этой небольшой группой мы решили ты развивать специальность в россии и сейчас это достаточно такое популярное направление эффективное которое привлекает очень много специалистов и специальности то есть можно сказать вы привезли это это направление в россию одним из апологетов являлись с той стороны океана давайте теперь чуть подробнее осветим вот это направление лечение боли pain management чем она функционально отличается от традиционной там неврологии нейрохирургии травматологии ортопедии да вот в чем главная особенность главная особенность что травматология нейрохирургия неврология лечат острые болевые синдромы после трех месяцев мы считаем классифицируем нашу боль как хроническую потому что все биологические ткани за три месяца заживают если сохраняется боль то значит что то не все в порядке есть какой-то порученный круг почему это боль постоянно у нас присутствует либо есть какой-то эмоциональный психологический аспект этой боли потому что наша боль напрямую связана с эмоциями поэтому клиники более специальность более отличается тем что адресует всем этим компонентам болевого синдрома анатомическому психологическому определенное лечение определенный менеджмент а вот и это более эффективно чем просто одиночная фармакотерапия или одиночное хирургическое вмешательство то есть это не фарма терапии не хирургическое вмешательство а малоинвазивная терапия почему назвали менеджмент потому что есть несколько компонентов которые должны быть как-то единую линию соединены чтобы наша боль снизилась если есть высокий психологический компонент более мы не сможем эту боль снизить а убрав анатомический компонент до слушали многие о фантомных болях да что когда убирают конечность боль сохраняется ну так ради такого простого примера то же самое когда есть хроническая боль долгое время наш мозг имеет такую функцию как пластичность вот и уже есть определенная зона которая постоянно нам сигнализирует что есть боль и мы убрали анатомический генератор боли но боль может сохраняться поэтому этот момент тоже должен быть адресован такое совмещение и медицины психологии медицины психологии и во многих функция во многих случаях функции то есть физическая терапия лечебная физкультура мы также мы используем много таких называем комплементарные вещи как физиотерапия которая оптимизирует ускоряет процесс реабилитации и снижение боли лечение болевого седро а вообще вот историю этого направления можно немножко подсветить с чего это начиналось когда возникла такая проблема необходимость таком медицинском направлении а ну если кратко то мы знаем что история лечения боли напрямую связана с историями опиоидов заметили что опиоиды героин до снижают боль этим начали пользоваться потом заметили что это вызывает привыкание и это привыкание наносит еще больший вред начали искать пути доставки препаратов второй этап был это изобретение шприца а причем это произошло доктор лечил свою жену от онкологического заболевания вот и чтобы эффективно доставлять лекарства он сделал шприц такое устройство и полу иглу вот это был второй этап вот и третий этап когда сообщество поняли что фармакологии недостаточно нужно еще что-то и один из таких персон которые это дело значит обнародовал был такой анестезиолог джон баника который занимался борьбой и постоянно страдал от хронических болей и он понимал что у него нету в его организме анатомического генератора боли как такового вот но все равно боли у него была он от нее страдал поэтому он внес этот момент психологии момент эмоциональный момент в патофизиологии более и с этого момента мы начали рассматривать эти болевые синдромы не только как анатомический какой-то элемент но также как и эмоциональный как и психологический поэтому если мы не сможем убрать психологический элемент человек все равно будет страдать поэтому одновременно в клинике более мы имеем психолога психиатров которые чудесно владеют а фармакологическими препаратами нашего наших био био трансмиттеров и таким образом мы лечим боль ну то есть все таки это начиналось с восстановительного какой-то медицины это начиналось с хроничности хроничности когда момент хронический мы не знаем что болит нету дискретного элемента боли либо есть дискретный элемент боли но не можем с ним справиться да вот и таким образом появилась эта специальность в россии сейчас мы видим что клиники лечения более открываются достаточно часто и видимо есть такой спрос вот в россии сейчас клиника лечения боли кто основной пациент ну основные пациенты клиники более 50 60 даже процентов это боли в спине это более в шейном отделе в рудом отделе ну и львиная доля поясничной боли на втором месте стоят я бы так сказал в настоящий момент суставы суставные боли несмотря на эндопротезирование мы имеем очень много пациентов которые по какой-то причине они могут получить это протез сустава либо же не слишком больные либо сустав слишком дорого стоит финансовые какие-то причины вот и бесконечно стероиды вводить мы им не можем сустав потому что он еще быстрее его разрушает поэтому мы предлагаем определенные такие манипуляции процедура под названием денервация дроваться суставов вот и это сейчас так как мы стали дольше жить начали больше весить у нас этих проблем больше поэтому это выходит на передний план после спинальных болей то есть суставных были очень много но третье миссия поставлена на это онкологическое боли онкологические потому что в некоторых случаях опиоды не действуют либо же побочное действие опиоидов человек не может с ними справиться одну за опиоидов нужно высокая вот и тогда мы прибегаем к определенного рода интервенционным методом лечения которые помогают снизить дозу опиоидов и убрать ну сообразно убрать боль также есть некоторые болевые синдромы например после герпетической неврологии которая сохраняется очень долго и достаточно такая инвалидизирующая боль есть более после переломов когда наши нервы повреждаются и возникает так называемый к рбс это локальный болевой синдром обусловленный повреждением нерва вот и он тоже тоже сложно с ним бороться есть тазовые боли которые не до конца еще разрешены мы знаем о них очень немного и эффективность тазовых лечения тазовых болей еще ждет своего будущего то есть я так понимаю что большая часть пациентов клиник лечения боли это все-таки взрослые пациенты с уже какими-то изменениями возрастными с которыми чего в принципе сделать невозможно да как мы их называем таким страшным словом сейчас пытается понять это слово нейродегенеративное заболевание на самом деле это возрастные заболевания да как мои морщины например вот и поэтому когда наши связки и суставы изнашиваются наши нервы начинают об этом нам сигнализировать начинают это чувствовать и ограничивают нас функции вообще же боль концепт боли боль ограничивает нас в чем-то и когда это ограничение идет общее ограничение по боли в спине или в суставах с возрастом да это она ограничивает нас в движении и как домино ограничение в движении дальше сердце дальше до кондиция так называемая вот поэтому если вовремя убрать этот симптом ограничение то есть боль мы дальше будем достаточно хорошо себя чувствовать более длительное время наш качественный на жизнь просто ну как бы адепты зош они всегда ратуют за то чтобы убирать боль движением наоборот вы к этому немножко по-другому подходит с острую болью ты не пойдешь заниматься спортом как раз убрав эту острую боль да ты как раз можешь вернуться к своим функциональным нормально функционировали через боль через боль показывает нам что она что-то не хочет чтобы мы делали и дать время чтобы мы зажили поэтому нужно давать время сжить да ну то есть но раньше-то мы жили гораздо меньше и на функционально были гораздо ниже сейчас мы 70-80 лет различные виды спорта ходьба с палками то есть поэтому выходим на очень качественно то есть pain management он сочетает в себе убрать эту острую боль хроническую и потом восстановительная медицина восстановительная там гимнастика до лечебно наверное чтобы она не вернулась потому что если убрать боль и опять ничего не делать то это боль вернется вот поэтому мы покупаем этот золотой такой период вот который нужно заниматься реабилитации то есть или функционально восстановить да и тогда это будет вернуться я так понимаю что это направление в россии но еще пока не имеет такого официального статуса алгология да вот что сейчас делается в этом направлении расскажите пожалуйста вот я знаю в москве есть проект такой инновационный новой специальности или субспециальности это стандартизация выполнения процедур стандартизация диагностики и мы организовали лечебную это учебную программу которая помогает докторам кто хочет видеть себя в карьере лечения боли сформировать себя как специалиста она включается как теоретические курсы так и практические и эти курсы связаны с обучением на ультразвуке на цедуге и что очень важно физический осмотр и также радиологический аспект диагностики вот и эти курсы мы проводим в различных регионах уже регионы очень включились заинтересовались и таким образом мы постепенно делаем стандарты этой специальности в россии и впоследствии мы думаем что это будет распознано на государственном скажем уровне до что когда государство распознает это она делает более доступным для граждан по системе омс поэтому городе москва планируется сделать несколько проектов пилотных и посмотреть на эффективность и на цифры что эти проекты дадут то есть некоторые центры менеджмента боли и затем я думаю государство примет решение а более а вот в чем эта эффективность эффективность это цифры это первое не нужно госпитализироваться по очень многим проблемам если же нужно госпитализироваться срок госпитализации значительно уменьшается качество жизни человека значительно растет и цифры государства в деньгах которых она затрачивает на регион да на отдельный район на значительно снижается то есть мы можем потратить эти деньги на онкологию на 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 более такие вещи тогда чем вот если у нас руках эффективно есть лечение которое не требует госпитализации человека не тратить на него больших сомнения хотела немножко развить вот этот момент сокращение времени пребывания в стационаре почему это вот важно не только с точки зрения системы здравоохранения но и в общем то и самого пациента вот хочется подсветить да ну раньше считалось и как бы была такая концепция что чем больше находится человек в стационаре тем больше он получает какой-то пользы и впоследствии выяснилось наоборот чем больше он находится тем больше находится под рисками различных госпитальных инфекций тромбообразования и прочего поэтому даже скажем в кардиохирургии очень больших хирургических операциях и стараются пациента выписать неделя 10 дней транспланты и прочее прочее поэтому эта концепция сейчас поддерживается и больше помощи оказывается на уровне амбулаторно-поликлиническом звене вот таким образом сейчас в этом направлении идет медицина то есть ну внутри больницы инфекции внутри больничные гиподинамия гипоксия все это не способствует не очень вкусно не очень вкусная еда быстрого восстановления клиники лечения боли это все-таки частный сектор да вот мы поняли что для того чтобы обучиться этим технологиям есть специальные уже у нас учреждения ассоциации есть инфекционного лечения боли вы этому всему обучаете а вот дальше если ты решил все-таки организовать в своей клинике отделение лечения боли или отдельно клинику открыть вот с чего бы вы посоветовали начинать у я бы посмотрел на контингент пациентов которых я собираюсь оказывать помощь там бы оцифровал все это дело со стационаром или стой системы лечебным учреждением да сколько человек попадает стационар сколько там лечится и каким образом я смогу сэкономить очень много времени для пациентов и для доктору для стационара и обратился бы к администрации показал эти цифры это бы нашло понимание потому что администрации всегда находит понимание цифры основать экономически до экономически да для этого не требуется много для этого требуется небольшое помещение если врач имеет тренинг по ультразвуку то эта цена вообще очень доступная потому что это по сути дела цена ультразвукового аппарата ну собственно говоря и все и умение остальное все твоего мастерства научиться мастерству и купить ультразвуковой аппарат да 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 поэтому я это шутил что это очень хороший такой проект на пенсию когда уже ты не можешь работать по ночам в стационаре и прочее прочее когда интенсивная работа такая уже не для тебя тут очень спокойно можешь приобрев ультразвук заниматься помогать людям а когда ультразвука недостаточно клинике есть более обширные или более манипуляции с риском это касается в особенности манипуляции на шее тогда мы используем рентген до рентген потому что это показывает ток нашего контраста и позволяет эту манипуляцию выполнять безопасно в первую очередь смотрим это да если мне позволяет на манипуляцию выполнить безопасно пункт ультразвуком я делаю пункт ультразвуком если я вижу какие-то риски я все-таки предпочитаю рентген потому что да это доза радиации определенная да это удораживает процедуру но тем не менее она безопасна и мы ставим на первый план на первый план еще такой момент что в прошлые годы медицина была направление медицины или философия медицины биомедицинская то есть мы видим субстрат болезни мы его лечим мы считаем человек вылечен до настоящий момент био социально медицинский почему потому что мы очень учитываем социальный компонент поэтому pain management очень важен тем то что он сокращает время функциональной недееспособности я и она себе это ощущал когда у меня пару раз болела спина то есть ты превращаешься в проблему вокруг тебя жизнь останавливается не можешь двинуться поэтому я хочу быстрей то есть решить свой вопрос и поэтому когда мне говорят да можно лечь стационар можно там подлечить за многие люди не могут себе этого позволить у меня был водитель который пришел у него была грыжа диска но потом сказал что он водитель горит он обратился нейрохирургом не говорит давай мы тебя прооперируем но для него операция не выход почему потому что она ведь я только что взял ипотеку на грузовик прочее прочее перед как я не могу себе этого позволить и мы решили его вопрос и это во многих других случаях я больше чем уверен это очень важно для людей быстро функционально социально восстановиться и не быть проблемой не для себя они для окружающих поэтому это важный аспект его нужно учитывать ну да и то что вот мы говорили о том население возраст населения растет но вопрос то не в том чтобы люди доживали до 100 лет а в том чтобы они хорошо доживали конечно конечно очень очень качество активными да мы не мы не продлеваем жизнь но мы улучшаем ее качество поэтому качество нашей жизни со мной наверное все согласятся это очень важный аспект ну и такой момент что вектор развития медицины идет в сторону мало инвазивных технологий тоже важно сказать да то есть мы можем избежать больших оперативных вмешательств вот такими способами абсолютно верно и избегание оперативных вмешательств опять же влияет на ваше качество жизни качество вашего лечения потому что люди оценивают лечение свое в госпитале по боли не было не больно да мы так оцениваем качество лечения да если же было больно мы страдали функционально были зависимы долгое время тут то есть то есть метод аппликации лечения тоже важен дать эффект будет но каким образом его получим это тоже важно учитывать если это получим уколом виллы вот они рассечением ткани то я думаю мы за первое различные травмы и различные состояния там инсульты инфаркты растут онкология к сожалению тоже никуда не снижается да и вот такой момент как восстановительная медицина она тоже но сейчас без менеджмента абсолютно верно потому что вновь открывшиеся или открывшиеся реабилитационные отделения получают очень много людей с болевым синдромом они медицинские стабильные хирурги и терапевты говорят все мы сделали то есть дальше функциональное восстановление функциональное восстановление напрямую связано с болевым синдромом и как этот болевой синдром будет побежден настолько быстро и эффективно человек восстановится поэтому я думаю что это направление тоже должно быть интересно врачам этой специальности потому что это мускулоскелетный аспект то есть или мускулоскелетная система это наша функциональная система движения поэтому да я думаю это в будущем это будет именно эта специальность так сказать флагманом да потому что очень много мягких тканей и опять же эти мягкие ткани можно делать инъекции или адресовать какое-то лечение этим тканям при помощи ультразвука не требует специальной операционной это может быть сделано манипуляционной знание анатомии понимание анатомии дифференциальная диагностика если специалист владеет этим он может быть гораздо более эффективным нежели чем фармакологические средства то есть уколов иголочкой нужный анатомический элемент можно сказать что pain management это медицина будущего и и назвали менеджмент потому что она лечит хроническую боль иногда это управляет управляет да управляет это очень важно потому что это вот еще такой момент мы еще на средине стоим этой развития и понимание этой медицины потому что в нашей боли очень многое еще раз эмоционального компонента психологического компонента и понимание всех этих аспектов и мульти дисциплинарность да вот тогда мы будем эффективны и получим хороший результат не только анатомический укол не только в россии да с ее регионами с ее разбросом таким большим да 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 это это конечно бы во многом была бы польза иметь специалистов в федеральных округах которые могли бы оказывать помощь почему потому что это амулаторно-поликлиническая помощь пациент пришел ему оказали помощь он ушел уехал я вижу в этом развитие здесь во многих случаях это оказывает помощь людям которые получили травмы молодого возраста и дальше они последствия этой травмы будут их определенным родом преследовать да и боль будет возникать мешать работать а впереди целая жизнь поэтому если мы будем иметь экспертизу каким образом с этой травмой эффективно работать помогать да таким образом будет медицинская система эффективна дмитрий векович ну спасибо большое я думаю наш разговор был достаточно интересен различные аспекты именно вот клинического да такого применения диагностика хронических хронической боли навигация под ультразвуком интернационное лечение я думаю стоит обсудить все таки с врачами пригласить их оставлять комментарии под нашим видео и мы готовы провести онлайн беседу такое да я хочу обратиться к коллегам тем же травматологом к примеру есть эндобротезирование сустава и боль сохраняется что вы будете делать да к нейрохирургам если вам обращаются многие люди нужно не нужна операция в данный момент но боль сохраняется и что вы будете делать как вы можете можете оказать помощь ему то же самое неврологи если не работает фармакотерапия в той мере она субоптимальна да что вы можете еще предложить тем же гинекологом стазовой болью то есть многим-многим специальностям которых есть этот компонент если этим владеть они смогут быть более эффективным для лечения пациента понятно спасибо большое спасибо